МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему суд закрыл двери перед журналистами в деле экс-фискала и чем закончилось заседание? Скандальный Трамп, в чем немецкие СМИ обвиняют американского президента и какие оправдания находит Белый дом? Президент Украины с рабочим визитом во Франции. Петр Порошенко уже встретился с новым лидером страны Эммануэлем Макроном. Переговоры прошли в Париже, в Елисейском дворце. Естественно, речь шла об урегулировании ситуации на Донбассе. И после встречи из уст Порошенко прозвучал новый термин – план Макрона. В Париже сейчас находится наш корреспондент Алексей Пшемызский. У него знаем все подробности. Леш, здравствуй. Расскажи, какие инициативы у французского президента и почему эту встречу эксперты уже назвали знаковой? Тебе слово. Да, отмечу, многие уже действительно назвали эту встречу знаковой. Все дело в том, что это первая встреча новоизбранного президента Франции после парламентских выборов, где партия Эммануэля Макрона одержала решительную победу, что, собственно говоря, теперь дает ему очень широкие не только законодательные, но и политические возможности. Скажу, что встреча Макрона и президента Украины была запланирована на 45 минут, но вместо этого длилась практически полтора часа. Но, конечно же, главной темой общения двух президентов стала ситуация на Донбассе. Как отметил новый президент Франции, его позиция относительно российской агрессии в Украине очень четкая. И также сказал, что он собирается делать для урегулирования этого кризиса. Агрессия исходит от России, то есть агрессором является не Украина. Мы не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма. Нам известно, кто развязал войну, и мы должны из этого исходить в рамках достигнутых соглашений. Франция не приемлет ситуацию, в которой ничего не меняется. Я понимаю, что для кого-то Минск не идеальный формат, но мы готовы продолжать, чтобы увидеть конкретные результаты. Как отметил Эммануэль Макрон, условием для продолжения переговоров будет являться прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, а также доступ международных наблюдателей ко всей линии границы. По словам президента Франции, уже в ближайшее время также может состояться очередная встреча нормандской четверки. Как отметил Макрон, это может быть в конце этого или в начале следующего месяца. И он также заявил о том, что хотел бы, чтобы в рамках нормандского формата принимало участие и АБСЕ. И вот, как добавил президент Украины, он также выступает за участие АБСЕ в переговорах и также ожидает участия в вооруженной миротворческой миссии АБСЕ на Донбассе. По словам президента Украины, одним из главных условий продолжения переговоров и урегулированной ситуации, конечно же, должно являться освобождение пленных. Как отметил Петр Порошенко, сейчас 40 украинских пленных находятся в тюрьмах на территории России, а также 128 человек на оккупированных территориях. Нам не нужны многодинные переговоры. Мы уверены в том, что должны быть качественно подготовлены документы. И эти документы, с удовольствием которых, должны наконец принести мир на многостраждальную украинскую землю. Этот мир может выглядеть в закончении российской агрессии. Украина готова неухильно выполнять все пункты Минских угод. И позиции, что до разведения сил, мы также готовы выполнять. При условии, что АБСЕ будет обеспечена 24 часа на день, 7 дней на тиждень, присутность по точкам разведения. Мне надзвичайно приятно, что мы имеем полную поддержку наших европейских партнеров. И главная треба для до Российской Федерации очень простая. Забереть своих военных. И вот как добавил Петр Порошенко, что не исключает, что на следующих встречах Нормандской Четверки может быть представлен новый план урегулирования ситуации на Донбассе, который может называться формулой Макрона. Вот, собственно, настолько высоки ожидания от нового лидера Французской Республики. Ну, также добавлю, что после встречи с новым президентом Франции Петр Порошенко отправился в Сенат, где общался с французскими депутатами, а также встретился с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом. Ну и добавлю, что под вечер президент Украины отправился в пригород Парижа, Сен-Лис, чтобы возложить цветы к памятнику Анне Ярославне Киевской, выдающейся украинке, которая в свое время была королевой Франции. А, собственно, это вся информация на сейчас. Мы остаемся здесь, продолжаем следить в студии. Леш, спасибо тебе за детали. Это был Алексей Пшемызский с нами на связи из Парижа, где сегодня состоялась встреча президента Франции и Украины. А в Страсбурге украинская делегация на открытии летней сессии ПАСЭ. Впрочем, заседание оказалось достаточно скандальным. Президент Ассаблеи Педро Агромунд, похоже, снова нарушил договоренность с депутатами добровольной отставки и попытался сохранить должность любой ценой. О щекотливых кадровых вопросах в одной из самых влиятельных евроструктур расскажет Ирина Иванова. Эпопея с увольнением Педро Агромунта длится уже три месяца. Кресло под президентом ПАСЭ зашаталось сразу после его скандальной поездки в Сирию, еще перед весенней сессией. Тогда депутаты устроили Агромунту бойкот и требовали отставки. Он, несмотря на давление, от должности не отказался, но и на заседание перестал приходить. Не было президента в зале и сегодня, в первый день работы летней сессии. Объявляю летнюю сессию ПАСЭ открытой. Уволить нахального руководителя по процедуре депутаты не могут. В ПАСЭ не существует для этого механизмов. Таких прецедентов в истории организации не было. Все, что смогли, ограничили его полномочия. И официально договорились, что Агромунт сам уйдет с должности, поскольку утратил поддержку политических сил. Однако в условленный день президент ПАСЭ не явился на заседание. Вопрос отставки Агромунта – это вопрос здравого смысла и ответственности. Сейчас все зависит только от него – прислушаться к этим дебатам и сделать свой выбор. Я надеюсь, что президент Агромунт услышит аргументы, которые мы здесь приводим. Очередная договоренность об отставке тоже провалилась. В кулуарах утверждают, что накануне он заявил своим коллегам из Европейской народной партии, что не собираются уходить в отставку. Сегодня его однопартийцы на закрытом заседании объявили недоверие своему выдвиженцу. Самого Агромунта днем с огнем не сыскать. Прячется не только от депутатов, но и от прессы. Менее стойким оказался еще один участник скандальной поездки в Сирию – Юрди Шукла. Сегодня его отстранили от должности докладчика по украинскому вопросу. Сегодня на мониторинговом комитете было проголосовано тайным голосованием, большинством голосов, решение отозвать докладчика по Украине Юрди Шуклу, который появляется членом парламента Испании и главой группы либералов. Это связано со скандальным путешествием в Сирию, в котором комитет принял решение, что это нарушает правила процедуры, нарушает правила поведения членов ассамблеи. И, соответственно, было принято решение его отозвать. Конечно, вся эта ситуация подорвала доверие между Украиной, украинской делегацией и как властью, так и оппозицией, и мониторинговым комитетом. Я считаю, что возврат этого доверия к мониторинговой процедуре, к комитету будет зависеть от того, какая будет следующая кандидатура. Тем временем в ПАСЕ намерены изменить регламент, который позволит отправить Агромунта в отставку. А еще создали орган расследования фактов коррупции в организации. Конкретных фамилий депутаты не называют, но о скандальном прошлом президента ПАСЕ за последние три месяца вспоминали не раз. Агромунта подозревает, что в бытность докладчика по Азербайджану он лоббировал в пассе интересы режима за деньги, дорогие подарки, закрывал глаза на многочисленные нарушения прав человека в этой стране. Из Трансбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов, подробности телеканал Интер. А вот в Украине вопросы с коррупцией среди чиновников решаются по-другому. К примеру, электронную декларацию главного радикала Олега Ляшко проверить невозможно. Печерский суд столицы попросту запретил прокурорам это делать. Как сообщает одно из информагентств, речь идет о внеплановой проверке уплаты налогов и сборов в декларации за 2016 год. Этот документ заинтересовал сотрудников САП после того, как в начале года Ляшко внес в него изменения. Вписал приобретенные два земельных участка под Киевом и дом. К слову, такую недвижимость эксперты оценивают в минимум 15 миллионов гривен. Бизнеса у Ляшко и его супруги нет. Откуда деньги, нардеп объяснить не смог. Не рассказал и о том, за какие средства летал на рождественские каникулы в Таиланд со своим кумом Юрием Сухиным. И кто оплатил отдых на Майске, Вене и курортном Клагенфурте в Альпийских предгорьях. Сегодня в Соломенском райсуде столицы решалась дальнейшая судьба Романа Насирова. Судебное разбирательство частично провели в закрытом режиме без журналистов. На этом настаивала защита временно отстраненного главы ГФС. Какую же секретную информацию озвучивали адвокаты, мы узнаем у нашего корреспондента Елены Митясовой. Она на прямой связи со студией. Лена, здравствуй, расскажи, что происходило сегодня в Соломенском райсуде столицы и есть ли уже решение суда. Екатерина, добрый вечер. Носить ли Роману Насирову, не снимая еще два месяца, электронный браслет или все же он волен как птица? Сегодня в Соломенском райсуде столицы решили более 9 часов. Прокуратура настаивала на продлении меры пресечения отстраненному главе ГФС. Защита наоборот на свободном перемещении и возможности выезжать из страны. Их подзащитным. Журналисты за всем этим процессом следили практически из коридора. Суд принял решение проводить заседание в полузакрытом режиме. То есть, когда речь шла о здоровье Насирова, журналистов просили удалиться. Не обошлось на заседании и без казусов. В ходатайстве прокуроры сделали ошибку в отчестве Насирова. Вместо Романа Михайловича указали Роман Николаевич. На мою думку, это не пересхожает ни розыду, ни принятие законного решения. Главное, чтобы в том решении было правильно назначено его призвищем, я по-батьковой. Теоретически, Роман Насиров покинуть зал суда мог еще в 6 вечера снять электронный браслет и улететь в теплые края. Так как в это время стекли его обязательства. Но все же дождаться вердикта суда ему пришлось. В половине восьмого судья зачитал решение. Оно оказалось не в пользу Насирова. Суд поддержал ходатайство прокуратуры и продлил обязательства о ношении браслета Насировым и невозможности покидать страну еще сроком на 2 месяца. Сам Насиров и его защита комментировать данное решение отказались. Екатерина. Лен, спасибо тебе за детали. Это была Елена Митясова с информацией о ходе судебного заседания по делу Романа Насирова. Абалунский райсуд столицы перенес слушание по делу о госизмене беглого Виктора Януковича на 29 июня. Сегодня состоялось первое заседание по сути, но длилось оно не более часа. Прокуроры настаивали на участии в процессе обвиняемого, однако Янукович на видеосвязь не вышел. И на слушание, естественно, не явился. Адвокаты утверждают, их подзащитные готовы давать показания в режиме видеоконференции, но только после того, как суд обратится в российский Минюст. Украинская Фемида делать это отказывается. Если же подозреваемый снова не примет участие в процессе, у суда будут основания для заочного осуждения. Вместо того, чтобы приступить к расследованию дела, вместо того, чтобы объяснить вопросы о виклик и допитах свидетелей, представниками прокуратуры произошла попытка протягнуть, скажем так, свое видение ситуации. Для принятия решения, что до действия специального судового проведения, то есть заочно, необходимо повторность неизъявления самого обвиняемого Януковича. Но сторона обвиняемого считает, что повторность неизъявления Януковича уже есть. Больше пяти разов он выкликался до следствия, подчас действия до судового расследования, а также больше пяти разов выкликался самым оболонским районным судом. Как же обеспечить прозрачную работу отечественных судей и всей судебной системы? Венецианская комиссия разработала специальный документ – контрольный список верховенства закона. Он позволяет оценить, как соблюдается верховенство права в европейских странах. И в прошлом году был опубликован на трех языках – английском, французском и русском. Теперь же появилась украинская версия. Ее автор – член Венецианской комиссии от Украины Сергей Головатый. На церемонии презентации документа были также и глава комиссии Джани Букикио, посол США в Украине и представители администрации президента Украины. Все были единодушны. Судебную систему нужно реформировать и как можно быстрее внести законодательные изменения. Верховенство права включает в себя пять фундаментальных аспектов. Преданность закону, правовую определенность, предотвращение использования власти, равенство перед законом, отсутствие дискриминации и доступ к судопроизводству. Новый шаг сделан, следующий за вами. Американские инвесторы подумают дважды, прежде чем вкладывать средства в украинскую экономику. Украинцы тоже считают, что они беззащитны перед законом. Ведь 60% всех дел, которые открывают антикоррупционное бюро или антикоррупционный прокурор, зависают в судах по неизвестным причинам. Сегодня в Украине можно создать такую судебную власть, которая обеспечит защиту. Но реформирование должно быть открытым и прозрачным, а судьи честными и независимыми. Мы сейчас находимся на важном этапе парламента, хвалив в первом учетении изменений до процессуального законодательства. И мы надеемся, что он найдет в себе силы и способствует завершить этот процесс еще в межах этой парламентской сессии. Интенсивность обстрела в зоне АТО снизилась. За сутки боевики пять раз открывали огонь по позициям наших военных. Потерь среди украинских бойцов нет. На линии разграничения побывал и Геннадий Вивденко. Боец Оксана – неформальный лидер огневого опорного пункта украинских войск. Говорит, что лишь днем ситуация в какой-то мере напоминает перемирие. Иногда они постреляют с автоматов, чтобы нарушить, чтобы мы постреляли, а они по нас. А так – тишина. Ну, как хлопцы говорят, за тишину перед бурей. А там кто-то знает, что будет дальше. Подивимся. Ночью этот район попал под жесткий минометный обстрел боевиков. На передовой в окопах бронежилеты не сбрасывают, даже несмотря на жару. Вокруг открытая степь. С той стороны за нашими парнями наблюдают высококвалифицированные снайперы. Она может сегодня быть спокойна, а завтра может быть загустрая в любой момент. Так что противник тоже готовится. Он уже не тот. Российские войска, российские инструкторы проводят с ними боевую подготовку, элементы. Так что уже тяжело сказать. Там уже довольно подготовленные стоять над нами на той стороне ворога. Стиснув зубы, подразделение пока не отвечает на попытки противника расшатать ситуацию. Мы же не можем без проказа стрелять. Нет, вдруг мелкий калибр вот светит пуля, то мы можем ответ дать. Надеемся на тишину. На других участках под Светлодарском в последние сутки практически тихо. Обстановка в районе Светлодарской дуги несколько стабилизировалась. Противник перешел от практики жестких артиллерийских обстрелов к более провокативным. Огонь ведется в основном по ночам. Днем есть возможность даже немножко отдохнуть. Этот боец в предыдущие дни свое снайперское оружие не использовал. А когда крайний раз его ввели в огонь? Ну, неделю-півтори назад. Ну, а наши масли? Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей. Евросоюз официально продлит санкции против России уже на этой неделе, 28 июня. Об этом в своем твиттере написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвек. На следующий день решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС. Напомню, на прошлой неделе Европейский Союз принял предварительное решение продлить санкции против Российской Федерации в связи с невыполнением минских договоренностей. Новые ограничения в отношении российских компаний и граждан России ввели и США. В Белом доме заявили, что они останутся в силе, пока РФ не прекратит агрессию против Украины. Третий день. Израиль и Сирия обмениваются ударами. Израильтяне бомбят позиции армии Асада, а Россия утверждает, что под бомбежку попали сирийские повстанцы. С подробностями Сергей Ослендер. Первый обстрел произошел 24 июня. 10 минометных снарядов разорвались на израильской части голландских высот. С противоположной сирийской стороны уже несколько дней идут бои между армией Дамаска и отрядами вооруженной оппозиции. Израильский ответ не заставил себя долго ждать. Через два часа самолеты нанесли удар по позициям сил армии Асада и уничтожили два танка и несколько артиллерийских расчетов. На следующий день все повторилось. Снова на израильской территории упало несколько минометных снарядов. И снова последовала быстрая реакция. Израильская артиллерия открыла огонь по позициям правительственных сил в районе Кунейтры. И вот сегодня утром очередной артиллерийский обстрел. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов был открыт огонь по посту миротворческих сил ООН. Израильские самолеты в ответ на это отбомбились по сирийской территории. Наша политика проста. Мы не потерпим никаких посягательств на нашу территорию. Никаких обстрелов, минометных, ракетных, никакого огня с любой стороны. И будем очень жестко реагировать на любые нападения на нашу страну и граждан. Сирийцы утверждают, что на территории Израиля разрывались случайно выпущенные мины и снаряды. И вообще непонятно, кто их выпустил. То ли правительственные войска, то ли повстанцы. А поэтому израильские бомбардировки совершенно не оправданы. У израильтян же логика такая. Раз Дамаск считает себя единственной законной властью в этой стране, то пусть и отвечает за все, в том числе и за шальные мины и снаряды. С неожиданным заявлением выступило Министерство обороны России. Его представители заявили, что 24 июня, в самый первый день обстрелов, израильтяне в ответ уничтожили танки и артиллерию повстанцев, а не правительственных сил. Выглядит это как попытка оправдаться, потому что российское ПВО, развернутое в этом районе, судя по всему, просто проморгало на лед. Кроме того, накануне Москва выступила с очень громким заявлением, в котором объявила, что все воздушные цели над западными районами Сирии будут теперь рассматриваться как враждебные. И практически сразу после этого израильтяне осуществили вполне успешный удар именно в этой зоне. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Из-за Сирии Трамп оказался в центре скандала. Известный журналист Сеймур Херш утверждает, у президента не было оснований для удара по аэродрому на сирийской территории. Какие данные попали в его руки и как отреагирует Белый дом? Ответы искал Дмитрий Анопченко. В апреле эти кадры облетели мир. Соединенные Штаты со своих кораблей наносят удар крылатыми ракетами по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Повод более чем серьезный. В Вашингтоне заявили, что именно с этого аэропорта войска Асада осуществили химическую атаку, жертвами которой тогда стали в том числе и дети. После этого жесткого решения Трампа зауважали даже противники. А тон публикации в прессе резко изменился. И лишь сейчас впервые эту историю поставили под сомнение. Расследование лауреата Пулитеровской премии американца Сеймур и Херша опубликовано в немецкой Die Welt, газете, которую не назовешь бульварной. Статья занимает невиданный случай целых шесть страниц. В ней, со ссылкой на разведку и военных, данные о том, что президент Трамп якобы отдал приказ об ударе вопреки предупреждению спецслужб. Мол, у них нет доказательств применения химоружия. Херш утверждает, самолет сирийских ВВС в апреле наносил удар по зданию, где проходили переговоры лидеров военных группировок. В подвале дома хранились удобрения и химикаты на основе хлора, а еще боеприпасы. Якобы после обстрела они сдетонировали, образовалось облако ядовитого газа, но ни о каком зарине или химическом оружии и речи не было. Цитируя сотрудников спецслужб, Херш пишет, мол, президенту Трампу представили четыре варианта реакции Америки на этот обстрел. От осуждения и бездействия до уничтожения резиденции Асада в Дамаске он выбрал промежуточный – ударить по авиабазе. При этом журналист делает сенсационное заявление. Якобы источники в разведке сообщили ему, что у Центрального разведывательного управления в принципе не было никаких доказательств того, что Сирия использовала химическое оружие или что оно в принципе находилось в распоряжении режима Асада. А Азарин на авиабазу в Шайрате вообще не доставлялся. И Дональд Трамп, просто отвергнув все аргументы, принял собственное решение. Если это правда, то история очень напоминает то, что происходило. Помните, когда-то с Джорджем Бушем-младшим, который заявил, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие. Это стало поводом для военной кампании. Но есть ли правда в этих сегодняшних обвинениях? И что на них скажет Белый дом? В статье говорится, администрация Трампа оставила запрос о комментарии без ответа. Но теперь, после громкой публикации, и Белый дом, и Пентагон будут вынуждены оппонировать. Вот только американские СМИ сейчас в щекотливой ситуации. Ведь раскручивая версию Херша, им придется опровергать не только Трампа, но и самих себя. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Уже в следующем месяце Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита Большой Двадцатки. Форум откроется в Германии 8 июля, но в преддверии встречи уже возник скандал. Какой? Вы узнаете во второй части программы. Кроме того, вы увидите. Золотые витамины. Сколько мы вынуждены платить за овощи и фрукты? И почему взбесили сцены? Полоса пеньков. Почему правоохранители и экологи не видят массовую вырубку деревьев на Буковине? Взяли самоотвод. Сегодня пятеро из девяти судей Высшего админсуда Украины отказались участвовать в процессе о переименовании Днепропетровска в Днепр и объявили о самоотводе. В заседании перерыв на неопределенное время. Напомню, отмену решения Верховной Рады о переименовании города инициировал Александр Вилкул, нардеп от оппозиционного блока. По его мнению, это решение парламента грубо нарушает ряд законов, в том числе Конституцию Украины. И главное, переименование произошло без учета мнения горожан и вопреки решению местного бурсовета. Напомню, 90% горожан выступали за сохранение названия Днепропетровск, но Верховной Раде это проигнорировали. Садебный процесс длится уже более года. То, что сегодня из 9 судей, 5 человек взяли самоотвод, это очень большая победа. Они не хотят выносить решение в пользу власти, но в то же время они боятся власти, поэтому они приняли такое для себя решение. Они взяли самоотвод, я считаю, что поступили они по крайней мере честно. А в Закарпатии вынесли практически оправдательный вердикт бойцам правого сектора. Напомню, их обвиняли в причастности к вооруженному конфликту в Мукачеве в июле 2015. Почему же суд снял часть обвинений и когда подсудимые выйдут на свободу? Марина Коваль расскажет. По стенам Мукачевского суда несколько десятков членов правого сектора в камуфляже с символикой организации, плакатами в помещении спецподразделения полиции. Охрана усилена из-за того, что зачитывают приговор по делу бойцов правого сектора, которых задержали после мукачевской перестрелки 11 июля 2015 года. Два года назад группа людей в камуфляже с оружием в руках и опознавательными знаками правого сектора устроила перестрелку с охранниками нардепа Михаила Ланё, а затем из полиции. В ход пошли автоматы и даже гранатомёт. Погибли два человека. После перестрелки задержали четырёх бойцов правого сектора. Их командир до сих пор в розыске. Задержанных обвинили по десяти статьям. Среди них и терроризм, за который бойца могли дать пожизненное. Правда, в мае это обвинение было снято. Задержанных выпустили на поруки. И вот сегодня судьи постановили, прокуроры не смогли доказать вину ещё по четырём статьям. Обвинительный акт из двухсот страниц коллегия судей зачитывает по очереди семь часов подряд. И, наконец, приговор. Подсудимых всё же признают виновными по четырём статьям. Все они не тяжёлые. Повреждение имущества, неповиновение правоохранителям, блокирование дороги возле спорткомплекса. Всем дают срок заключения три года и девять месяцев. Но судья, сославшись на закон, Савченко, кстати, уже отменённый, постановил. Пробы в СИЗО почти два года, подсудимые свои сроки уже отбыли. Кроме Игоря Деяка, которого задержали позже остальных, ему ещё предстоит отсидеть четыре месяца. Зарахнувание судового сроку по переднему обязанности проводится в розрахунку. Один день по переднему обязанности воли за два дни избавления воли. Даже адвокат признаётся, такого мягкого решения и суда не ждали. А вот реакцию генпрокуратуры, которая ведёт дело, узнать не удалось. Сегодня представителей обвинения в зале суда не было. Местный прокурор от комментариев отказывается. Подсудимые строят планы на будущее. Приговор вступит в силу после того, как истечёт срок подачи апелляции. Марина Коваль, Юрий Ковалёв, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Как вернуть к жизни северодонецкий азот решали сегодня лидеры профсоюзов и представители холдинга Остхэмс первым вице-премьером Степаном Кубевым. Предприятие прекратило работу в марте этого года, а зарплату работникам перестали платить в феврале. Долги только по оплате труда 160 миллионов гривен. Газ, без которого предприятие не может работать, а это почти 350 миллионов кубометров, арестован. Электричество отрезано. Если государство не поможет химикам, за бортом останется 4000-й коллектив, жалуются сотрудники. А отечественная химотрасль постепенно скатится на дно. По 5-10, бывает 20 человек в день уходят, потому что они понимают, если не будет сейчас перспектива пуска, им надо где-то тоже свои семьи чем-то кормить. Нас остановили, никаких особых претензий никто к нам не предъявлял, но и мы не можем пуститься, потому что есть проблемы по аресту природного газа, по аресту счетов на предприятии. Газ, который отсудили, его никто не возвращает. Я еще не встиг выйти из кабинета министров. На рахунки предприятия уже упало 30 миллионов гривен, которые будут сегодня зарахованы до фонда оплаты работы, и люди получают полностью зарплату за лютий месяц. Это транш от предприятия ОСХИМ. Кубев пообещал, что будут данные доручения всем, безвинятку, профильным министрам и керевникам центральных органов виконавчей влады, керевникам в регионах, и с тем, что было решено питание, первое, подключение к энергомереж, создать передумки для финансирования предприятий. Некоторым индивидуумам захотелось заработать на привозном аммиаке, на привозных удобрениях. С одной стороны воюем с русскими, с другой стороны вводим нулевые антидемпинговые пошлины, ну то есть открываем границы. Защита должна быть введения, я не буду говорить пошлин, я бы вводил сразу имбарган, ввоз всех видов удобрений на территорию Украины. Напомню, нулевые пошлины на импортные минодобрения ввело правительство Яценюка. И сразу же в Украину стали массово ввозить более дешевую российскую продукцию, которая заняла почти 70% рынка. И это едва ли основная причина проблем на северодонецком азоте, который специализируется на производстве аммиачной селитры, карбамида, аммиака и азотной кислоты. А чем дороже удобрения, тем выше цены на овощи и фрукты, даже на сезонные. За некоторые из них сейчас придется выложить больше, чем зимой. Впрочем, цифры на ценниках диктуют не только удобрения. Алгоритмы овощной арифметики в материале Павлина Василенко. Новый урожай, новые цены и гораздо выше прошлогодних. Подорожание есть очень сильно. В этом году мы получили только за последние два месяца подорожание борщевого набора в среднем больше, чем на 200%. Ну, например, картофель подешел всего лишь на 80% или на 5,5 гривен. А все остальные овощи борщевого набора, начиная от капусты, заканчивая морковью, подорожали в 2,5 раза. Лидер антирейтинга – капуста, которая за два месяца выросла в цене в 4 раза. Не каждый также может полакомиться клубникой и черешней. Мне кажется, он немножечко выше, чем в прошлом году. Я овощи покупала в большей степени. Ну, фрукты чуть дороговатые. Все смущает, что у нас сейчас овощи в цену с мясом выходят. Продавцы на рынках цены на новый урожай связывают с погодой. Если идут дожди, то оно немножко идет дороже, потому что подвоз на Киев идет меньше. Сборка урожая идет тогда меньше. А когда жара и хорошая сборка урожая, подвоза больше идет на Киев и дешевле идет продукт. Это зависит все от природы. Какая погода, так и товар. Сухо, дуже засухо сильно. Мотор не выключается. Мотор на городе не выключается. И мы несем такие убитки. Электрика, вы знаете, дорога. Утром не полежу, а его нужно полить. Полить, опрыскать, прополоть и собрать. Для всего этого необходимо электричество и топливо. А чтобы хорошо росло, еще и подкормить. Но в последние годы азотные удобрения для украинских овощей и фруктов остались только импортные. У нас неадекватно, великая цена на всю энергию. На паливо, на электроэнергию. Без добрых не будет вам ни черешни, ни ягоди, ни огурьков, ни помидор. Дешевых овощей и фруктов может быть только тогда, когда у вас действительно снижится цена. Первое, на минеральные добрые, они очень дорогие. Ну и желательно, чтобы подешевшего палива. Эксперты прогнозируют, в Украине цены и на другие продукты вскоре могут догнать европейские. Хлеб, мясо и молоко в зависимости от региона уже подорожали почти на 30%. Самая высокая стоимость этих продуктов в Днепропетровской и Житомирской областях. По мнению аналитиков, борщевой набор должен подешеветь к концу лета, а вот ждать доступных по цене ягод и яблок не стоит. Павлина Василенко, Любовь Кукла, Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал Интер. Ограбление секонд-хенда. В Николаеве двое вооруженных налетчиков вырвались в магазин. Несколько раз выстрелили в потолок и забрали дневную выручку. Ограбление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Грабители так торопились, что даже растеряли часть добычи. Купюры разлетелись по полу. С места преступления они уехали на велосипедах, которые были припаркованы у входа. Несмотря на это, поймать злоумышленников по горячим следам не удалось. В полиции открыли уголовное производство по статье «Разбой». В Харьковской области взорвали и обчистили банкомат. Это произошло в селе Высоком. Банкомат находился возле магазина. Трое злоумышленников при помощи взрывного устройства повредили сейфовую часть аппарата и забрали кассеты с купюрами номиналом 50 и 200 гривен. Всего почти полмиллиона. Кассета с самыми крупными банкнотами по 500 гривен уцелела. Ее унести воры не смогли. Преступники скрылись до приезда полиции, а группа быстрого реагирования охранной компании приехала на место происшествия с опозданием, сообщили в банке. Правоохранители нашли фрагмент запала от гранаты и использованную дымовую шашку. Грабителей ищут, им грозит до 8 лет тюрьмы. Общий ущерб украденного составил 434 тысячи гривен. Как ни странно, в такое позднее время нашлись свидетели, которые видели, что сразу же возле взрыва находились три неизвестных человека, которые быстро скрылись с места происшествия. Замести следы с помощью кислоты. Как черные лесники на Буковине высококачественное дерево рубят и почему бездействуют экологи? Наши журналисты провели расследование. Продолжит Ольга Паломарюк. Это лесополоса вдоль дороги к райцентру Вижница. Здесь сплошные пеньки. Несколько дней назад неизвестные срубили десятки деревьев. Вот приблизительно 70 сантиметров, если точнее 68-69. Вот свежий, разрезанный от него, залишился только кусок. Общественный активист Дмитрий Курик показывает, что осталось от столетнего дуба. Лучшую часть дерева дельцы вывезли, оставили верх ствола и ветки. Но больше всего Дмитрия поражает то, как расправились с пнем. Его облили кислотой, чтобы казался ветхим. Что смотрит на кислоту, на какое-то масло. Они собирают только то, что самое ценное от дуба. Как мы знаем, метров, напевно, 4-5 делового столбора. Только на этом участке общественники насчитали десяток дней. И все в нескольких метрах от дороги. Там по следам видно, что тут працювали и тракторы, и с конем приходили. Но для того, чтобы сделать это позже людской внимания, без людских очей, это делается в ночи. Это делается краткома. Это делается тихенько. По посчетам активистов всего вырезали дубов на миллион гривен. Масштаб экологических последствий оценить сложно. Первое, это защитная смуга для дороги. А по-другому, это же рубаются не молодые дерева, рубаются вековые дерева, которые вместе с этим служат насильниками. Мы просто генофонд снищим из-за того, что кому-то захотелось заработать. А вот экологи о незаконной вырубке ни сном, ни духом объясняют, чтобы провести расследование, должны сначала получить письменное заявление от местных жителей. Разобраться обещают и правоохранители. На данный час проводится проверка. Полицейские становлюют оси, причетных к данной вырубке. Но пока одни думают, а другие ждут заявления, деревья продолжают рубить. И если дельцы не снизят темпы вырубки, трасса вскоре останется без ветрозащитного барьера. А значит, зимой на этой дороге не избежать снежных заносов. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. Въезд запрещен. Власти Германии не пустят в Гамбург на саммит Большой двадцатки телохранителей президента Турции Эрдогана. Почему, расскажет Татьяна Лугунова. Немецкие СМИ сообщают, Берлин предупредил Анкару, что не пустит в страну 12 бодигардов Реджепа Эрдогана. Тех, которые отличились во время визита турецкого лидера в США. Напомню, в мае дюжина президентских телохранителей устроила потасовку с прокурдскими активистами, которые выступали против президента Турции. Американцы пришли к выводу, что охранники действовали неоправданно агрессивно. Просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили личности и выдали ордера на арест. В результате этой атаки травмы получили 9 протестующих. Я осуждаю ее. Это был вызов нашим ценностям, как жителей Вашингтона, так и американцев в целом. Эрдоган уже заявил, Турция обжалует выданные американцами ордера. Но для поездки на саммит Большой двадцатки президенту Турции, видимо, придется подобрать других телохранителей. Они не сделали ничего, чтобы остановить демонстрантов. И в то же время выдали ордера на арест сотрудников моей службы безопасности. Что это за закон? Что это за правовая система? Тем временем подготовка к саммиту Большой двадцатки продолжается полным ходом только на обеспечение безопасности. Немцы выделили 32 миллиона евро. Встреча 20-ти, на которой впервые в том или ином формате увидятся Дональд Трамп и Владимир Путин, стартует в Гамбурге 7 июля. Одна из главных тем саммита – ситуация на востоке Украины. Татьяна Лугунова, Геннадий Никейенко. Подробности – немецкое бюро телеканала «Интер». Британский премьер заключила договор с Демократической юнионистской партией, чтобы обеспечить себе комфортное пребывание на Даунинг-стрит-10. Чем пришлось пожертвовать Терезе Мэй и что она пообещала новым партнерам Светлана Чернецкая из Лондона? Они выступают против однополых браков, абортов и Евросоюза. Демократическая юнионистская партия – довольно незначительная политическая сила в масштабах Великобритании, но влиятельная в Северной Ирландии. В британский парламент прошло всего 10 депутатов от ДЮП. Но этого как раз достаточно для премьера. Правящая консервативная партия не сумела набрать большинство на выборах, поэтому нуждается в помощи со стороны, чтобы проводить решения в парламенте. Ни оппозиционная партия либористов, ни либеральные демократы, ни шотландские националисты не хотели вступать в коалицию с консерваторами. Поэтому им не осталось ничего другого, как заключить сделку с партией, взгляды которой многие считают устаревшими. Даже внутри самих консерваторов есть вопросы к такому сотрудничеству. Например, у главы шотландских Тори Рут Дэвидсон не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. В прошлом году она объявила о помолвке с женщиной. Я потребовала заверения от премьер-министра, что наша политика в отношении прав, ЛГБТ и однополых браков не изменится. И сотрудничество с ДЮП никак на это не повлияет. Консерваторы не устают повторять, что это не коалиция. Это формальное обещание депутатов от ДЮП поддерживать голосование правящей партии по ключевым вопросам. И, конечно же, делать они это будут не за просто так. Целых две недели северные ирландцы торговались за выгодные условия сотрудничества. И консерваторам пришлось идти на уступки. Они выделяют полтора миллиарда фунтов на здравоохранение, образование и инфраструктуру Северной Ирландии. Но оппозиция возмущена, ведь финансирование идет не из партийной копилки консерваторов, а из бюджета страны, то есть за счет британских налогоплательщиков. Тереза Мэй обеспечила себе дальнейшее пребывание на Даунин-стрит-10. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Больше новостей, как всегда, на вашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok